привет всем зрителям и подписчикам канала фартовый коллекционер давно планировал записать для вас видео на тему как хранить монеты в коллекции плюсы и минусы разных способов хранения монет и вот сейчас отличный повод ко мне пришла посылка с новым альбомом я распакую покажу таких альбомов я еще не встречал если тема интересна поддержите лайком и поделитесь с друзьями коллекционерами что поехали как хранить монеты друзья все зависит от вашей коллекции такого совета чтобы подходил всем просто нет вкусы у всех разные и у разных способов есть свои плюсы и минусы сейчас я покажу как я храню и какие типы бывают итак первый формат это альбомные листы которые просто лежат у вас в столе или в специальных папках давайте как раз такой альбом и посмотрим этот альбом приехал от проектор аукционный дом вара ребята индивидуально собирают крафтовые альбомы под монеты каждого нумизмата это позволяет сделать так что коллекция выглядит довольно аккуратно в instagram я провел голосование они разыграть ли мне этот альбом и вы проголосовали что давайте разыграем немного дальше я расскажу какие условия розыгрыша обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски а если хотите принимать участие в таких голосованиях и узнать как заработать на монетах украины подписывайтесь на мой инстаграм ссылка будет в описании давайте смотреть альбом плюсы однозначно это доступная цена такой альбом стоит 200 300 гривен индивидуальная сборка можно собрать альбом именно под вашу коллекцию достаточно просто достать монету из альбома ребята из аукционного дома вара обещают изготовление альбома за один день и супер быструю отправку безопасность присутствуют разделяющие листы монеты не трутся друг об друга и выглядит довольно качественно по доступной цене и дизайн просто шикарен как видим все листы они в одном месте и не разбросаны по шкафам минусы мне кажется если доставать альбом каждый день то бумага может затираться например как для обзоров на канале но если не так часто то будет ок монеты могут разворачиваться и лежать неровно ходят слухи что некачественные листы могут как-то влиять на монету я не рекомендовал бы брать китайские листы там на сайте алиэкспресс здесь как я знаю производитель сам коллекционер с 10-летним стажем и гарантирует качество листов по составу пластика еще этот альбом как мне кажется отлично подойдет под обиходные монеты украины и ну конечно если у вас коллекция из золотых монет такой альбом я бы вам не советовал брать ссылка на аккаунт производителя будет в описании к видео и по промокоду фартовый коллекционер еще будет скидка 10 процентов до 10 декабря следующий более дорогой формат хранения это вот подобные листы размещать в альбом обзор этих листов и альбома будет по ссылке в описании его дело немного ранее такой альбом стоит 800 гривен и каждый лист по 50 гривен плюсы твердый плотный альбом и красивый минусы но это конечно цена также может царапаться терять свой привлекательный вид ну как и и любые альбомы на самом деле все зависит от того как часто вы достаете альбом как он используется посмотреть даже немецкие альбомы могут переломываться и портится следующий формат хранения монет это запайка именно так монеты выпускались как вы знаете есть пример это набор 1996 года вот так они упаковывали с плюсы это отлично уберегает монеты от грязи и влаги можно разместить вашу коллекцию в упаковке с листами например вот так минусы такая упаковка тоже может рваться может пачкаться как видите появляются полоски царапины и и монета не такая уже красивая кстати я знаю что некоторые люди делают так самостоятельно запаивая свои монеты например утюгом напишите в комментариях если вы так делали или у вас есть друзья коллекционеры которые так хранят монеты очень интересно следующий способ хранения это капсулы существует много разных видов и разных форм вот например эта коробочка из китая я купил ее на нашей встрече коллекционеров в харькове я размещаю здесь юбилейные монеты украины к ним идут вот такие вот уплотнители для выбора размера монеты они универсальны одна штука стоит около 6 гривен ну если чуть чуть дороже есть вот такие квадрокапсулы я снимал на них более подробный обзор ссылка будет также в описании или подсказки их можно покупать как с нужным диаметром под монету так и не универсальные что можно менять вплотнители могут быть из разных компонентов и резиновые и кожаные стоимость около 15 гривен за штуку хранить такие капсулы можно как в боксах и вот таких вот на планшетах цена планшета 90 гривен а бокс шел в подарок если покупаете 100 капсул плюсы вы не касаетесь монету руками и она в безопасности ну конечно все тоже относительно важно беречь от попадания грязи влаги ну довольно красиво я бы рекомендовал менять ну периодически минусы на поверхности капсул остаются царапки на отпечатки ну плюс цена следующий вид хранения монет это холдеры чаще всего они на самоклейке но я встречал те которые закрепляются скрепками это довольно дешевые варианты из китая они могут быть еще и кривые а так вообще я не рекомендую покупать холдеры в китае вот скрепкой можно поцарапать монету например если несколько монет берете одновременно или они у вас всех хранятся в одном пакете какие плюсы холдеры это супер бюджетный вариант хранения монет цена от 3 гривен за одну штуку и если что-то с ними не так они запачкались порвались еще что-то вы можете легко заменить не вкладывая больших денег монета устойчиво не перекручивается и не разворачивается и кстати монета очень круто чувствуется в руках при необходимости можно посмотреть курт монеты нужную информацию можно написать прямо на холдере хотя на черных довольно сложно сделать нужно например белая ручка знаю что некоторые коррекционеры оставляют свой автограф на монетах или пишут стоимость покупки монеты или ее редкость минусы ну холдер нужно через время менять так как монета может прилипать к пленке и так портится например как в этом холдере можно уже поменять можно хранить монеты вот в таких вот лотках основа лотка выполнена из прочного картона поверхность лотка сделана под велюр они могут быть деревянные с тканевыми вставками смотрится довольно хорошо но реально красиво стоимость такого лотка до 200 гривен за одну штуку и может быть вот такая вот кассета или некоторые называют кейсом под эти лотки стоит до 1000 гривен у мне есть отдельное видео и ссылочка будет в описании или подсказки плюсы монеты можно взять в руки посмотреть со всех сторон выглядит довольно красиво дорого можно размещать монеты в капсулах в кадр капсулах или холдерах минусы ну занимают реально много места если у вас коллекция большая вам нужно будет очень много кейсов где это все держать еще можно уронить и все монеты ну разлетятся и наверное на самый дорогой способ хранения монет это в герметичных слабах плюсы монета защищена от воздействия очень плотная запаковка подтверждается подлинность монеты и выдается оценка сохрана монеты минусы ну на слабых могут появляться царапины потертости это немножко портит вид монеты в этом варианте нет возможности достать монету не разрушив пластик только через него увидите монету еще один минус это довольно дорого по стоимости от 50 долларов за одну монету для слабов существуют специальные коробки и планшет это пожалуй основные виды хранения монет каждый выбирает что ему нравится и подходит по цене я рассказал о плюсах минусов упаковок если я что-то упустил напишите пожалуйста в комментариях на канале будут появляться видео о том как правильно ухаживать за монетами что с ней сделать перед тем как добавить вот такую упаковку или категорически не стоит делать с монетой обязательно подпишитесь на канал чтобы не пропустить это видео и переходим конкурсу чтобы получить этот крафтовый альбом бесплатно просто будьте подписчиком моего канала и оставьте комментарии под этим видео это может быть какой-то вопрос или предложение или интересная история про ваши монеты как наберется 500 лайков я разыграю этот альбом и отправили его победителю если не хотите ждать кто в описании к этому видео у вас будет ссылка на instagram аккаунт аукционного дома вара по промокоду фартовый коллекционер будет скидкой 10 процентов на любой заказ до 10 декабря обязательно подпишитесь на их аккаунт чтобы не пропустить какие-то скидки акции и розыгрыши хотел добавить еще один момент что есть альбом фирмы коллекционер к сожалению листы довольно сложно добрать купить у нас в украине и вообще этих альбомов довольно давно не было по стоимости конечно же у него очень дорогая стоимость это с 1600 гривен за вот такой вот альбом и невозможно например каким-то образом компоновать до докладывать монеты например вышли монеты 2004 года но понятное дело что в этом альбоме не 25 копеек не птисти копеек нет также сложно также мало листов под разновидности фактически только один лист и докупить тоже очень мало где можно это это основные минусы еще по кстати по этому альбому вара один день я посмотрел покрутил его по посмотрел плотность я сказал что листы могут затираться на самом деле здесь качество довольно такое плотная в принципе вот с этим качеством листов я думаю проблем не возникнет и действительно меня приятно удивил вот эти вот уголочки чтобы они не затирались именно с уголками могут быть проблемы и мне это приятно удивило действительно такие технологии используют даже тот же коллекционер да у них вот есть эти уголочки но к сожалению не на всех на всех листах и вот эта часть просто-напросто вас отслаивается это мой второй альбом потому что в первом альбоме вот эти листы просто отвалились вот если бы здесь здесь делали какую-то защиту то было бы гораздо безопаснее играза красивее доставать такой альбом здесь мы видим что есть такая защита и ну правда не на всех листах но в целом интересно попробовать Попользоваться таким альбомом Как он будет Как он будет вести себя в коллекции С коллекцией монет Именно этот альбом мы разыграем Ссылочки будут в описании, друзья Так что обязательно участвуйте, пишите комментарии И подпишитесь на аккаунт VAR Чтобы принимать участие в других акциях Скидках и каких-то специальных предложениях Еще раз всем спасибо за просмотр Это такой был бонусный момент И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok